На владельцев зданий возложат ответственность за исправность дымоходов, а народные умельцы получат признание на государственном уровне. Ради Хаберов утвердил ряд законодательных инициатив, принятых ранее на заседании госсобрания. Так, в Башкортостане расширили список пунктов для государственного жилищного надзора, которые должны соблюдать юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. Согласно изменениям, в предмет государственного контроля включат соблюдение юрлицами и поигражданами обязательных требований, установленных в безопасной эксплуатации газового оборудования, а также вентканалов и дымоходов. Напомню, минувшей зимой от газоснабжения отключили 87 многоквартирных домов, из них 15 полностью, а 72 частично. Причины связаны с дефектами дымоходов, которые угрожали жильцам. В Башкортостане приняли закон о патриотическом воспитании. Сформулированы основные понятия, цели и задачи. В воспитании определены организаторы, основные направления и формы деятельности, полномочия органов власти в данной сфере. Финансирование будет идти из бюджета республики, муниципалитетов и спонсоров. В Кодекс Башкортостана о безопасности дорожного движения внесли изменения об обязательных медосмотрах водителей. Их теперь должны проходить водители в течение всего времени работы, за исключением тех, кто отправился по экстренным вызовам, а также водители машин воинских частей, подразделений, органов исполнительной власти. Кроме того, внесены изменения в систему прохождения дистанционных медосмотров, которые занимаются перевозкой детей, опасных грузов, пассажиров по междугородним маршрутам протяженностью более 300 километров. В Башкортостане появилось звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов». По мнению руководства Минпрома, мера позволит популяризировать это направление, выведет поддержку мастеров данной отрасли на новый уровень. Звание будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. В Башкортостане внесены изменения в закон о регулировании земельных отношений. Документ пересматривает минимально допустимые размеры земельных участков, которые выделяются для производства сельхозпродукции. Речь о землях, которые находятся в республиканской или муниципальной собственности, где государственная собственность не разграничена.